друзья всем привет вы смотрите новую серию на канале степан маслов мы находимся на очень круто мероприятие сейчас мы вам расскажем где куда бы вы пошли если бы вам хотелось послушать топовых исполнителей этого года посмотреть на красивые тачки на красивых девушек покушать вкусной еды также посмотреть на блогеров с тнт полежать на пляже покупаться в воде естественно вы бы пошли на вк-фест потому что здесь собрано все самое крутое и реально все потому что есть фестивали посвященные какой-то отдельной тематике или двум тематикам в этом месте собраны реально все движники во всех направлениях ну естественно здесь находится и наша гидрокава нас сюда пригласили согласовали нам проезд вечером чуть позже мы будем кататься а сейчас давайте посмотрим что здесь вообще происходит непосредственно наша локация находится на стенде evil empire мы тусуемся с ребятами с мустангом и шхана одним из планкеров сергея леонидовича короче говоря здесь проходит на самом деле презентация royal автошоу которая будет следующий выходной ну и наш гидрокава здесь в очередной раз могут ее посмотреть люди оценить наш проект здесь мы привлекаем внимание к нашему проезду который будет через несколько часов на финском заливе блин отмороженные конечно ребята люблю таких блин респект ребятам потому что они делают трюки а все те люди которые делают трюки они автоматически у меня в респекте погнали дальше короче у нас тут наметился батл с пареньком но я на самом деле тоже не промах я сейчас покажу все что я умею я думаю вы оцените а и в общем еще раз по поводу того что на реке есть практически все сейчас гуляли по площадке дошли до стритбола рубаном с ребятами короткую стрит короче я реально устал на самом деле я в прошлом кмс по баскетболу но лет 10 я уже не практиковал ничего поэтому конечно тяжело блин с ребятами которые на подготовки более-менее на нормальный сейчас вот это было дерби такой короче я выдохся капец ребят но это было круто идем дальше мы находимся на месте где у нас намечен старт сейчас пришли сюда посмотреть что тут как по обстановке и поняли что это по ходу реально будет сегодня обезбашенный поступок потому что это просто какой-то непонятный движ много людей большие волны гидроциклов от катеров от всего остального это я перечисляю сейчас факторы которые нам мешают куча камней мне все говорят что это блин не очень хорошая идея наверное может случиться такие несчастные случаи но я думаю что все равно я поеду тем более мы договорились с организаторами в кафе с и особо выбора нету поэтому придется ехать но это конечно блин такая история но не первый раз поэтому я думаю прорвемся сейчас мы стоим на взлетке на том месте откуда мне придется разгоняться посмотрите как все это выглядит мне надо просочиться между этими желтыми флажками и камнями потом поехать прямо там вроде как уберут людей и все эти яхты и выехать плавно на берег в определенном месте потому что там тоже кругом камни такая задача не совсем из простых итак друзья у нас уже все готово сейчас нас объявляют со сцены рекорда и мы погнали ест ну что ребят короче говоря в очередной раз у нас завершилась успешно все эти заезды и проезды по воде на мотоцикле они на самом деле очень не просто даются и вот вы сидите смотрите картинку которая там с той стороны а с этой стороны на самом деле происходит очень много работы допустим сегодня на вк-фесте мы сделали пару заездов да все нормально прошло но чтобы это организовать это на самом деле ушло уходит на это очень много сил потому что на фесте присутствует каждый день ориентировочно 50 тысяч человек всех этих людей нужно организовать надо чтобы все это было безопасно чтобы это было согласовано с организаторами этого мероприятия в общем все вот эти коннекты это очень на самом деле не просто и даже если ты это делаешь просто в лесу просто на озере за мной сидит оператор димон до который присутствовал на нашем зимнем проезде на озере это был полный треш на самом деле то есть любой это заезд это колоссальная подготовка и колоссальная затрата энергии времени сил и денег поэтому если ты сейчас смотришь это видео обязательно поставь лайк подпишись на канал это поможет развитию мы сможем донести до молодого поколения до людей которые только-только хотят увлечься мотоциклами и мото тематикой что нет ничего невозможного любые вещи даже которые на первый взгляд нереально сделать их можно на самом деле сделать если приложить достаточные усилия и сегодняшний день потому доказательствую и